А сейчас к другим новостям. В эти выходные свой профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой промышленности. Накануне в Москве председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались достижения и проблемы отрасли. Со своим докладом на нем выступила глава Чувашии Михаил Игнатьев. На фоне других регионов программу газификации Чувашия выполнила на 84%. Причем город и райцентр глубым топливом обеспечены полностью, а вот поселения еще не все. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Газификация территории России как городских, так и сельских – приоритетная задача. Все это тоже является залогом стабильного развития страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев это подчеркивал не раз. Уровень газификации регионов уже превышает 80%. Но федеральная программа на этом не завершается. В этом году в ее рамках субъектам России планируется выделить более 30 миллиардов рублей. Сплошная газификация регионов страны началась 8 лет назад. С 2005 года компания «Газпром» и региональные власти стали заключать соглашение о сотрудничестве и утверждать совместные программы. Именно тогда в России появился новый национальный проект. Его результаты налицо, проведена глобальная работа. Глобным топливом уже пользуются жители 3000 населенных пунктов. Причем отрадно, что за последние годы мы смогли довести показатель газификации сетевым газом в сельской местности до цифры более 50%. Сейчас это 53%. Я помню, когда мы начинали, ситуация была существенно другой. Корпорация строит газопроводы. Местные власти доводят систему до потребителей. Регионы, которые исполняли взятые на себя обязательства четко и без боев, сейчас отчитываются о полной обеспеченности газом. Но похвалиться проделанной работой готовы далеко не все субъекты. Даже когда необходимое оборудование уже установлено, заказчики не торопятся строить сети. И это повышает сроки окупаемости газопроводов. Это означает, что построенная инфраструктура простаивает, люди так и не дождались газа. Ну и наша промышленность и сельское хозяйство не получило дополнительного импульса для развития, а стало быть, не получило необходимых инвестиций. Главе Чувашии на совещании было что рассказать. Газификация в республике практически завершена. Общая протяженность сетей сейчас превышает 15 тысяч километров. На природный газ переведены все котельные республики. Впереди новые инвестиционные проекты. В Чебоксарах в ближайшее время планируют построить очередной газопровод. Голубое топливо через два года появится и в Заволжье. Причем основные расходы на себя берет сама компания. Левый берег Волги, где нет газификации вообще населенных пунктов, потребителей, на сегодняшний день в инвестиционной программе заложено. Через республику Мариел, газифицируя населенные пункты, как потребители, будем проводить. И я предполагаю, что за два года эти вопросы мы разрешим. В ближайшее время необходимо сократить долги за потребленный газ. Пока они имеются только у коммерческих организаций и компаний сферы ЖКХ. Мы обязаны погашать долги за свой потребленный газ. Эти моменты могут возникнуть в перспективе как сдерживающими факторами. Поэтому, пользуясь эфиром, я обращаюсь к потребителям газа. Купил газ, за него надо рассчитываться, как с любым товаром. Впрочем, долги за газ копятся во всех регионах. В начале этого года компания недосчиталась 100 миллиардов рублей. Подключение к сетям тоже не всегда проходит гладко. Возникают нарекания к техническим условиям и завышенной стоимости. Чтобы решить эту проблему, в июне были приняты поправки в федеральный закон. Дмитрий Медведев отметил, что темпы газификации регионов ничто не должно сдерживать. Барьеры необходимо устранить в короткие сроки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.